Как сделать, чтобы бани Сарова стали приносить прибыли? Как помочь предприятию выбраться из финансовой ямы, где она оказалась в пандемию коронавируса? Состояние МОПа вызвало бурное обсуждение на очередном заседании Комитета Городской Думы. Выступая перед депутатами, директор бани Сарова Ирина Назарова рассказала, что ее организация попала в перечень наиболее пострадавших от распространений COVID-19. Бани были закрыты с марта по август прошлого года и до сих пор работают в ограниченном формате. В связи с этим значительно сократилась посещаемость и выручка предприятия, но за счет своевременно оказанной финансовой помощи в виде субсидий из резервного фонда правительства Нижегородской области и бюджета города Сарова, а также доход, полученный от сдачи в аренду имущества, это все позволило в отчетном году перекрыть убытки и получить чистую прибыль в размере 1 тысячи рублей. Еще три года назад муниципальных бань в Сарове было три. В 2018 году бани Заречная около третьего КПП закрыли. Здание находилось в аварийном состоянии, с потолка сыпалась штукатурка. Чтобы привести его в порядок, потребовалось бы несколько десятков миллионов рублей, а таких денег не было. Но и оставшиеся два здания тоже требуют ремонта. Например, бани Центральные были построены в 1982 году. То есть практически 40 лет капитального ремонта не производилось. Видно, что морально устарел уже вид, плитка старая. То есть все требует замены, уже не говоря о коммуникациях инженерных. Состояние бань Сарова вызвало бурное обсуждение среди депутатов городской думы. Если ничего не предпринимать, то рано или поздно предприятие не выдержит конкуренции с коммерческими организациями. Посещаемость падает, причин тому несколько. Ценники частных бань не намного выше, чем у бань Сарова, но их состояние оснащения гораздо лучше. Для примера, билет в общее отделение в Центральных банях на полтора часа без льгот сейчас стоит 460 рублей. Стоимость планируют поднять до 480. В одной из коммерческих бань за сеанс 2,5 часа на 4-х человек вы отдадите 4 тысячи рублей. Можно найти дешевле. Народные избранники предложили вариант дальнейшего развития событий. И, наверное, правильно было бы не датировать это предприятие бюджет, а предусмотреть возможность его функциональной формы учреждения, чтобы он принес бюджет и финансировался, сдавать муниципальные задания и, может быть, сделать его подразделением в каком-нибудь более крупном учреждении. Потому что в текущем состоянии предприятие рано или поздно умрет, надо предоставить администрацию вопрос о том, чтобы они рассмотрели возможность сделать банье на муниципальные учреждения. Депутаты решили направить в администрацию запрос для того, чтобы оценить все плюсы и минусы перехода на другую правовую форму, уточнить возможности ремонта бань за счет бюджета. Кроме того, руководству бань поручили подготовить финансово-экономическую модель предприятия и провести маркетинговое исследование. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.